Поэт, публицист, сценарист, режиссер – последний из шестидесятников. Эти гастроли показали, поэзию у нас по-прежнему могут слушать часами. В Театре оперы и балета, где выступал Человек-эпоха, тесно даже на галерке. Первое, что Евтушенко просит сделать во всех залах – включить свет, чтобы видеть глаза зрителей. Он много декламировал, напутствовал и вспоминал о матери и детстве. Вернувшись из первых поездок, она меня отправила в эвакуацию к бабушкам. Я в девятилетнем возрасте один на крыше, потому что мама уехала опять на фронт, отправился один на станцию «Зима». Добирался я, несколько раз попав под бомбежки, добирался четыре с половиной месяца. Ему 83, но голос по-прежнему тверд и красив. В первом отделении Евгений Александрович прочел несколько стихов о войне. Одно из них – свадьба. Его поэт написал 60 лет назад. Вхожу в лесу прославленный, в гудящую избу, наряженный, взволнованный среди друзей, родных. Сидит мобилизованный, растерянный жидих, сидит с невестой верою. А через пару дней шинель наденет серу, на фронт поедет в ней. Евгений Евтушенко гастролирует не один. С ним восходящая звезда отечественного вокала Евгений Сорокин и известный актер Кирилл Сафонов. Первый исполнил песню «Темная ночь», второй также читал стихи, в основном Сергея Есенина. «Любимая, я мучаю вас. У вас была тоска в глазах усталых. Ну что я пред вами напоказ, себя растрачивал в скандал. Но вы не знали, что в сплошном дыму, в развороченном буре быте, с того и мучаюсь, что не пойму, куда влечет нас рок событий». Выступление продлилось два с половиной часа. Зал был в восторге. После каждого номера из разных концов доносилось «Браво». В гастрольном туре Евгения Евтушенко жесткий график. Перемещение железной дорогой и почти каждый день новое выступление. Анна Зуева, Илья Столбовский. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова